Всем привет, с вами Тейон. В этом году, на удивление много, готовятся к выпуску MMORPG в аниме-стилистике. Все они разные, но все они чертовски хорошо нарисованы. Одной из таких MMORPG, которую ждут достаточно большое число людей, стала Ninakuni Cross World. Игра станет продолжением всей серии игр Ninakuni, но со своим уникальным сюжетом. Хотя стоп, что это за вселенная такая со странным названием. Ninakuni буквально переводится как «вторая страна» или по-нашему «параллельная вселенная», где действуют совсем другие законы, живут мифические создания и существует магия. Первая игра серии была выпущена в 2010 году и разработана совместно с анимационной студией Гибли Хаяо Миядзаки, подарившей нам такие шедевры, как «Унесенные призраками», «Ходячий замок Хаула» и другие. Студия всегда выделялась своим уникальным и запоминающимся стилем рисовки, который был использован в создании игры. Главным героем третьей части серии станет бета-тестер игры в виртуальной реальности из мира Ичино Куни, реального мира, который попадает в фэнтезийный мир Ninakuni. Там ему предстоит восстановить безымянное королевство и спасти королеву по имени Шая. Первые две части серии были в жанре JRPG, но тут нас ожидает полноценный MMORPG, с разными классами и богатой социальной составляющей. Классов, правда, всего 5. Колдунья, Мечник, Разбойник, Инженер и Разрушитель. Для ПВЕ представлены сюжетные и дополнительные квесты, подземелья, испытания, защита королевства, ПВЕ-экспедиции и другое. ПВП включает в себя поля сражений, битвы в воздухе, бои на острове, королевские бои, вторжения королевства, реликтовые бои, тронные бои, ПВП-экспедиции и другое. В игре, правда, не будет той продвинутой системы боёвки, как в предыдущих версиях. Она будет попроще и адаптирована под мобильные устройства. Хотя разработчики уверяют, что несмотря на простоту боевой системы, у вас всё равно появится множество возможностей как в ПВП, так и в ПВЕ. Кстати, забыл упомянуть. Игра разрабатывается студией Netmarble, подарившей нам Laneige 2 Revolution. Несмотря на спорное отношение людей к этой игре, она всё равно получилась достаточно интересной и красивой. Правда, студия никогда не отличалась альтруизмом, поэтому в их играх была куча доната. Возможно, Нинакуни не станет исключением, и там нам также станут доступны всякие лутбоксы и покупка вещей. Что касается самого геймплея игры, то пока трудно судить, так как на трейлерах и записях с выставки виден только гринд монстров. Хотя разработчики нам обещают, что игра будет построена не на постоянном соперничестве, как это было в ЛДВР, а ориентирована на непосредственную игру и взаимодействие между игроками. Так как тут кланы смогут строить свои замки и каким-то неведомым пока образом сами создавать контент игры. Кроме того, в игре можно собирать и тренировать духов по имени Имазен, а затем брать их с собой в путешествия. Значит, будет система коллекционирования карточек и питомцев, а это бездонная яма для вливания средств. Выход игры намечен на вторую половину 2020 года, сразу в виде глобал версии. Значит, английский язык там точно будет, а вот русский пока под вопросом. От себя хочу добавить, что по трейлерам и тому, что я читал, должен получиться красивый и играбельный проект. Да, пока остается много вопросов, но думаю, в будущем разработчики дадут нам на них ответы. Я бы не относил эту игру к привычным нам европейским MMORPG. Это что-то своё, непонятное, японское. Мне, например, хочется видеть больше классов в игре, но скорее всего каждый из них обусловлен сюжетом игры и несёт какую-то свою важную роль. Также непонятно, как игроки смогут сами генерировать контент игры. Если мы сможем сами создавать какие-то торговые территории, города и замки, то это будет невероятно круто. На деле же, думаю, всё будет куда проще. К релизу или к выходу ЗБТ мы уже будем точно знать, что нам ждать от этой игры. Графика в игре реально крутая, да ещё и в 3D, я прям тащусь от неё. Кстати, разработчики говорили, что игра пойдёт на средних телефонах типа iPhone 6s и Samsung Galaxy S7. Друзья, а как вам эта игра? Будете её ждать? Да и вообще, что думаете о системе генерации контента с самими игроками? Также все неравнодушные, можете поддержать мой канал, оформив спонсорскую подписку по цене чашки кофе или закинуть любую сумму по ссылке в описании. Любая ваша поддержка помогает развитию моего канала и поддержке моей деятельности. Если вам понравилось видео, то поставьте лайк под ним, бахните в колокол и подпишитесь на канал. Всем пока!